всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про автомобильные эксплуатационные материалы сегодняшняя тема виды октанового числа очи и очи но прежде чем начать основную часть данного видео хотелось бы сказать то что данная тема является скажем так дополнением к предыдущим темам о бензинах ссылки соответственно будут в описании к видео ну что ж начнем основную часть данного видео сама тема скрыта как такая коротенькая в будущем если кому интересно я могу и подробнее так что не забывайте писать также в комментарии ну так вот что такое вид октанового числа а чаш то такое кто начало и как она выглядит ну все это базируется на молекулярном уровне если быть точнее даже на атомном все зависит от строения атомов и вот собственно их разновидности этого октанового числа их построение и так далее и так исследование октанового числа сокращенные очень и так что же такое очень и исследование октанового числа очень определяется на одной целой установки с переменной степенью сжатия называют у и т85 то есть это называют машину на котором собственно проверяют при чистом вращении коленчатого вала 600 оборотов в минуту температура всасываемого воздуха составляет 52 градусов цельсия и угол опережения зажигания составляет 13 градусов она показывает как ведет себя бензин в режиме малых и средних оборотах этот же стенд относится и к моторная октановым числу сокращенно очи м то есть делать все то же самое только уже скажем так то есть оборудуем тоже самое только уже смотрят другие характеристики бензинового топлива и так что же такое моторных данного числа очень определяется также на одноцилиндровом установки при чистом вращении коленчатого вала уже 900 оборотов в минуту температура всасываемого смеси составляет 149 градусов и переменные угол опережения зажигания очень имеет более низкую низкое значение чем очень очень характеризует поведение бензина на режимах большой нагрузки оказывает влияние на более на боль на большую скорость и детонацию при частом дроссельном ускорении и работу двигателя скачено двс двигатель внутреннего сгорания под нагрузкой например движение в гору то что хотелось бы сказать вот так собственно скажем определяет топливо бензин то есть вот мы получили из нефти различным мы получаем из нефти различные рода материала и без ним в том числе так вот данная тема является скажем так рассказ о том как приблизительно делается бензин через какие стадии он проходит дею проверяют появляет качество и так далее ну это из основного то что я хотел сказать уже сказал теперь я добавляю чисто от себя что хотел бы сказать своим субъективным мнением то что можно ездить на различного рода бензине те которые пишут по паспорту там в соответствующих книжках на том или ином двигателе то есть на том или ином автомобиля но я вот лично пока что рассматриваю в частности автомобили вас то есть это вас авто вас лада как хотите назовите то есть наши российские автомобили вот и что хотелось бы сказать то что можно ездить и на различного рода бензине то есть это 92 95 98 разница в чем составляет разница составляет в присадках в анти детонационных присадках чем этих присадок больше тем степень сжатия больше соответственно мы можем к сказать все базируется на 90 втором бензине но чем больше данных присадок тем больше степень сжатия и тем больше соответственно октановое число то есть это 92 95 98 все так чему говорю то что можно ездить на 92 ничего не будет с вашим двигателем просто мощность вашего двигателя чуть-чуть убавиться если у вас автомобиль там я не знаю ездить на 95 вы можете залить 92 ничего с вашим двигателем не случится и то же самое с 98 все будет нормально просто мотор будет ну ну маломощный скажем так вот чего не скажешь о бодяжным бензине то есть бывает что такое бензин разбавляют с водой вот это касается не угадаешь на каких от автозаправках вообще автозаправки а их качестве а их сервисе и так далее можно рассказать в прям целом отдельном видео на данную тему ну если это вам будет интересно я запишу все зависит от вашего желания то есть пишите в комментарии голосуйте ставьте пальцы вверх также не спать подписываться на мой канал ставить колокольчик ну на этом все все спасибо и до новых встреч